Русские, чуваши, татары, мордва, украинцы, марийцы и белорусы, люди более 120 национальностей, проживают сегодня в Чувашии. Представители самых многочисленных диаспор приняли участие в расширенном заседании Совета по делам национальностей. Стратегия государственной национальной политики России в Чувашской республике – основная тема, которую подняли на заседании в Доме правительства. Уже утвержден план мероприятий по реализации стратегии. В 2015 году предстоит празднование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, достигнутой совместным ратным подвигом всех народов Советского Союза. Юбилей, несомненно, послужит дальнейшему укреплению единства российской нации. Вадим Ефимов отметил, что конфликтная ситуация на национальной и религиозной почве в республике сегодня не возникает. Однако расслабляться не стоит. Тревожным фактором является наличие антимигрантских настроений. Об этом говорят данные статистики. 44% опрошенных считают, что мигрантам не место в России. Единичные конфликты на религиозной почве удается нейтрализовать благодаря усилиям органов исполнительной власти и правоохранительных органов. Председатель Исламского центра мусульман Чувашской республики высказал свою точку зрения относительно межнациональной обстановки в республике. Мы живем на одной территории тысячелетиями. Разные народы, разные конфессии. Уважаем, любим друг друга. Россия, она не растворяла народы, которые жили в ней, потому что все народы сохранили свою идентичность, сохранили свою самобытность. На территории Чувашии действуют 230 храмов и 40 мечетей. В республике, где бок о бок проживают представители самых разных конфессий, один из самых низких показателей преступности на религиозной почве. Вера – это то, без чего невозможно представить Россию, подчеркнул митрополит Варнава. А то, что у каждого она своя, говорит лишь о многообразии нашей Родины. Дарина Игнатьева, Андрей Шоколев, Республика.